Ребят, перед началом видео, как я вам покажу машины, я хочу вам показать вот такой интересный магазин. Если наберем, в общем, большое число лайков под тем, что надо его показать, я обязательно вам засниму обзор. Ну, постарайтесь, если меня разрешат, то зайти. В общем, называется он The Truck Shop, и как вы видите, там, видите, подвеска, колеса, то есть шины сами, короче, диски, всякие аксессуары. И, в общем, это все, что касаемо для траков. Видите, это лифты, короче говоря, все-все-все на свете, и тут стоит целая гора всевозможных траков. Сейчас я вам еще их покажу. Сейчас мы прям этот... А я просто решил вам на самом деле это снять больше, просто пока мимо проезжаю. Сейчас мы с вами прям глянем, что тут. Смотрите, какой монстр стоит вообще. Вот этот вот переделанный Ford, по-моему, это 200... Нет, 350-й. В общем, капец, какая огромная машина, просто не передать. Ну и, как вы видите, здесь, короче, все такие ребята стоят. И вот еще целая-целая парковка здесь стоит. Ну так, в общем, вам для затравочки будет интересно. И если очень прям вы скажете, что там не 2-3 человека, а 7 будет интересно, я засниму. Потому что мне кажется, что это контент, наверное, для стран СНГ, он вообще будет не особо интересен, потому что траков мало. Ну, вообще, магазин сам по себе интересный. Несмотря на то, что я начал с рекламы, так скажем, не с рекламы, а с того, что показал вам магазин про траки, мы с вами находимся на площадке CarMax. Обновлялка, постоянно меняется экспозиция, меняется ассортиментный ряд, и я все время вам показываю все новые и новые машины с площадки CarMax. И мы с вами находимся в штате Флориды, город Нейплс. Я приветствую вас на канале US Family Van. Подписывайтесь на мой инстаграм US Family Van, пишите за свои вопросы про машины. Ну ладно, let's go! В общем, мы с вами на площадке CarMax. Чем CarMax отличается, вдруг кто не знает, у них есть доставка автомобилей, и они доставляют автомобили прямо до клиента. Вы можете еще получить гарантию. Есть, по-моему, сейчас я вам все покажу, в течение какого-то времени у них обычно еще есть возможность, в общем, вам сделать тест-драйв, провести, и потом машину, если не понравилось, задать. Кстати, ну-ка, пойдемте-ка посмотрим мини-венчики сейчас, посмотрим тот угол, потому что меня очень интересуют мини-венчики. Кто не знает, я занимаюсь арендой автомобилей, я сдаю в аренду автомобилей только 7-8 местные автомобили, достаточно дорогие и новые, ну, относительно. Поэтому, в общем, я в этой связи, это мой бизнес здесь, в Америке, в США, во Флориде, в районе Нейплса. Ну, давайте глянем, что у нас за машинки здесь представлены. Меня как раз поэтому интересуют 7-8 местные автомобили, потому что это именно мой сегмент, которым я занимаюсь. Смотрите, какое их здесь количество, и давайте посмотрим, естественно, по ценам. Ребят, я помню просьбу, что снять мой автопарк, который у меня есть. У меня сейчас в наличии, ну, в смысле, у меня 7 автомобилей, которые живут, но в наличии сейчас, по-моему, только 3, все остальные в разъездах. Так, ну вот Toyota Sienna, ну, один из популярных вариантов. Единственное, но тканевый салон мне не подходит, потому что, ребят, сдаю под семьи, соответственно, понимаете, да, там то наблевали, то накидали, то облили, и, в общем, это проблема. И я эту проблему не хочу решать путем с ним чистки. Мне проще постирать салон, когда он кожаный. Ну, а мы с вами видим, что это 17-й год, комплектация L.E. 28 тысяч долларов и пробег всего 46 тысяч. Так вот, касаемо того, что предлагает компания CarMax, 24 часа можно провести просто тест-драйв, и в течение 30 дней можно вернуть машину, если вы проехали не более полутора тысяч миль. Ну, как бы, в принципе, приемлемый слой. Кстати, это 3,5-литровый движок, и она только переднеприводная. Ну, у меня такая есть в парке. Машинка очень хорошая. В принципе, здесь достаточно, ну, относительно свежий салон. Это уже такой рестайл идет. У меня машина 2011 года. И, конечно, к сожалению, она уже не в таком состоянии, да и попроще у нее все. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Так, еще один автомобиль из моего автопарка. Ну, из автопарка компании моей, да? А то вы скажете мне, которые там так ревностно реагируют, что, мол, ты там расскажешь, у тебя много машин. Ребята, у меня машина для бизнеса. Сам я езжу на Акурино-слой MDX. Так, и здесь кожаный салон. Комплектация EX-L. Это 2020 год. Как раз-таки ровно такая комплектация, как и у меня. Только это, ну, у меня 22-й год уже линейка. А это 2020 года. Сейчас я вам расскажу, в чем отличие, кто вдруг не смотрел. 4000 всего пробег, и она, естественно, только переднеприводная. Значит, здесь машина практически новая. 40 тысяч долларов стоит. Кстати, очень неплохая цена. Но, единственное, на 22-й год на этой комплектации они сделали фары, как у Elite. Вот такие фары они сделали. Видите, вот это как раз комплектация Elite, скорее всего. Вот у меня на... Либо это 22-й год. Ну, сейчас давайте мы посмотрим на эту машинку, и потом я вернусь к той, чтобы, ну, не сейчас не сбиваться. Значит, здесь шикарный автомобиль. Конечно, блин, раньше можно было взять абсолютно новую за эти деньги. Но, все равно, сороковничек, 4000 пробег. Ребят, машина реально новая. Она пахнет еще новая. Она вся еще блестит. Коробка передачек. Кому нужен подробный обзор? У меня есть обзор Honda Odyssey. Там просили минивены. Я, в общем, скажем так, вам... У меня есть обзор. Его сейчас записываю. Обзор как раз-таки по ценам на бэушные минивены. Слушайте, ну, на самом деле, неплохо очень предложение. 4000. Если будет хороший кредит, здесь сейчас, к сожалению, нет. Вот обычно... А, нет, вот есть. Смотрите. Значит, тоже спрашивали. Поясняю еще раз. Промотайте, кто уже это видел. Это в зависимости от вашего кредитного рейтинга примерный ваш процент. Вот если у вас очень хороший кредитный скорб, то у вас, соответственно, будет 644 доллара вы будете платить. Притом, при всем, что у вас, по-моему, это 0% даунпеймент. Но я сейчас... Да, это без даунпеймента. То есть, это без первоначального платежа. Ну, вот так. Как бы, вот такие вот условия. Так, ну... Ну, тут нечего показывать, потому что машина новая, машина свежая. И внутри она еще пахнет новой. Так, что? Это у нас какой-то Nissan NV200. Я не знаю, что это NV200, но он цельнометаллический кузов, видимо. Все-таки больше для коммерческих целей. Я вообще, вот вообще, прямо, ни представления не имею, что это за автомобиль. Нафига он нужен и кому он нужен. Но при этом, ребята, кто приехал и кто будет заниматься какими-то перевозками, вот вам, пожалуйста, цена. Все равно я вам покажу. 20-й год. 26 900 цена. И 24 тысячи пробег. Он единственный. Он только переднеприводный. И двухлитровый у него движочек. Но машинка прекрасная. То есть, соответственно, там, я так понимаю, давайте с вами глянем. Внутри простой достаточно дизайн. Посмотрите, есть монитор, камера заднего вида и вот такой вот салон. Ну вот, видите, мне повезло сегодня, посчастливилось вам найти машину для работы. И, в принципе, достаточно дешевый ценник. Но, я так понимаю, все равно вместительность у него не сильно большая. Ну, кто-то будет заниматься. Некоторые приезжают, садятся на такие машинки, заключают договора с небольшими компаниями делать перевозки. Особенно, когда нужно срочные перевозки делать. В общем, свой сегмент рынка эта машина тоже найдет. Так, Honda Odyssey. Ну, постарше. Это предыдущая версия. Вот эта вот новая версия. Ну, вот та тоже. Это последний пока. На сегодняшний день это последний кузов. Вот. А эта версия у нас... Да, это точно 22-й год. Потому что я вижу, как у меня, у нее, как у моей машины, у нее туманки стоят. И это, скорее всего, тоже и XL-версия. То есть, это не максимальная версия. Вот у нее уже такие фары. Ну, посмотрите, обзор у меня на канале есть. Так, Honda. Honda Odyssey. И давайте смотрим. Это 16-й год Honda Odyssey. И XL тоже комплектация. 39 тысяч пробег. У нее передний привод. 3,5 литра движок. 31 тысяча долларов. Ну, здесь все то же самое. 2-4 часа тест-драйв. То-то-то. Return. В общем, при том, при всем, что еще, смотрите, у нее можно ее взять за 500 долларов в месяц. Кстати, отличное, на самом деле, предложение. Так, смотрим внутри. Ну, внутри салон уставший. Здесь подкрашено. Сидение это такое уставшее. Здесь все устаржено. Машина плохо эксплуатировалась. Затертый руль, как вы видите. Ну, в общем, нет. И она почему-то даже нечищенная. То есть, обратите внимание, ручки. И вон там бардачок все чумазое. То есть, почему-то они даже не готовили. Просто, вот как есть, так есть. Ну, я вы заверяю, эта машина уйдет в этом состоянии, просто как пу-у-у-у-у. Так вот, потому что уж очень в Америке любят эти автомобили. Тридцатка денег, конечно, химчистка не проблема, можно заехать и сделать, но могли бы... Мог бы дилеры заморочиться. так я заранее даже могу сказать что это скорее всего 22 год автомобиля а к сожалению здесь еще видите стоит что это vehicle не для продажи скорее всего не выкупили ее а ну нет вот есть ну вот она ведь это так и есть 22 год одессе excel и посмотрите цена уже 47 тысяч долларов ну посмотрите ради прикола за сколько я покупал эту машину ровно там буквально четыре месяца назад посмотрите у меня есть я все вам записал и рассказал за сколько купил показал все счета все 3000 всего пробег 3,5 цилиндра 3,5 литра машина закрыта ну как бы она у них тут читается уже чтобы они не лазили машинка отличная ценник конский dodge гранд караван ребят очень ругают эти автомобили за коробку и в общем так и есть примерно 50 60 тысяч у них вылетают коробки если дан гарантии вам еще заменят если смогут если не по гарантии то попадаете еще угораете примерно на трешку в общей сложности значит это восемнадцатый год 56 тысяч пробег это как раз тот та ситуация когда скорее всего вам нужно будет ну уже скоро менять коробку и поэтому цена отсюда двадцать одна тысяча долларов то есть мы с вами видим 18 год пробег видите какая кошерная цена то есть если в эту машину берете под аккуратные свои нужды и готовы как бы поменять скором времени коробку ну скорее всего вам можно ее брать если вы ее берете под работу ну например там не знаю под такси тоже самое то блин ребят проблема то есть сразу готовьтесь здесь тканевый интерьер вот такой вот маленький экранчик есть климат-контроль экономический экономичный режим вот 55000 пробег он показан короче все поменем по минимуму но у него есть одна прикольная опция у этого у этого автомобиля у него кто вдруг не знает кто недавно приехал кстати двери тоже дни электрические странно у него в общем вот это все дело можно сложить просто в пол и будет ровный пол то есть они не просто снимается как на сиене например а они просто складываются и это здорово вот здесь вот под ковриками прям видите вот туда можно сиденье со сложить естественно три ряда в общем вот такой вот автомобиль знаете неплохой сам по себе автомобиль но общем проблема с коробками не оставляет их к сожалению в цене так шикарная тойота сиена прям ровно цвет у меня такая же только одиннадцатого года тут еще какие-то моднявые диски на нее поставили рейлинги стоят стоит тоже люк ну комплектация скорее всего и x excel и сейчас давайте посмотрим а нифига семнадцатый год сиена лимит от премиум 35 900 цена 50 тысяч пробега ох они любят эту машину представляете да какой какой умопомрачительный ценник еще недавно буквально четыре месяца надо и сейчас можно найти за 39 40 тысяч долларов в принципе автомобили вот такие вот новые то есть в новом кузове в абсолютно я показывал вам по цене а здесь смотрите 50 тысяч пробега они кстати в отличие от хонды бывают полноприводные здесь она переднеприводной 3 полный литра движок движок пушка просто стреляет мама не горюй при этом 580 видите будет цена на цена очень-очень высокая но при этом это лимит от премиум что у нас здесь лимит премиум и посмотрите все равно ну такая уже зачуханная кожа они не химчистили не делали прям посмотрите черная грязь видите ну водительское сиденье ушат она прям дебил стоит такой вот у нее интересный дашборд панель приборов люк 1 люк 2 телевизор ну короче типа все модно-модно но как бы как бы как бы не знаю я не могу сказать что прям это супер предложение это конечно немножко догадного мы с вами в рынке сейчас некоторые мне пишут на ну в комментариях что такие конские ценники где вы в америке по таким наш типа находите машины ребята сейчас просто такое время вы ждите через месяц-полтора у многих уже повысилась я вам говорил когда мне все писали да ну таких цен не бывает ребята просто здесь рынок реагирует быстрее и соответственно старые партии здесь можно найти по нормальным ценам но уже все все почти уже почти уже нет поэтому в общем печально так ну что и сейчас посмотрим конечно крайслер пасифика вот их тут две штуки стоит предыдущая версия dodge grand crown смотрится просто ля лично учитывая то что он всего 21000 может обойтись ну вот я вам рассказала почему это так так ну и ну давайте крайслер пасифика посмотрим хотел я взять такой автомобиль не одобрил мне к сожалению кредит красит капитал банк хотя у меня первая машина мой шевроле камара был взят именно в капитал как он по моему крайсер капитал банк вот к сожалению не одобрили а так я хотел взять ну не знаю хорошо ли плохо не могу сказать но к сожалению опыта у меня по управлению и по владению этим автомобилем нет восемнадцатый год предыдущая версия лимита 28000 долларов цена и 60000 пробег он не полноприводный 36 движок вам не знаю вот так вот наверное видно я надеюсь да вот так вот да надеюсь вам видно все я стараюсь ребята я стараюсь так открыта дверь давайте посмотрим состояние ну состояние более или менее конечно а я вам сразу говорю что в крайслер в dodge все вот эти вот моменты с кожей там с пластиком ну так себе качество здесь конечно все очень неплохо видите сделано эта коробка передач такая вот она крутится крутилкой как на фордах сейчас уже на новых там на многие что на самом деле машинах по мочерок сейчас такой же такая же история сиденьями но кстати электро двери хотя бы есть такая история сиденьями то есть они убираются под полу либо под полом вас еще дополнительное пространство есть то есть очень прикольно но сиденье такие знаете они они какие-то выглядят хлипкими может быть они конечно удобно и в чем я сомневаюсь но они хлипки короче говоря вот видите какая вот прямо на прям как скамейка все это дело смотрится ужасно если передние еще нормально это вот задние ну прям ну не знаю это типа капитанское сиденье нету третьего сиденья она и не доставляется как в сиене или как в одиссеи то есть вот просто два сиденья вот так в общем но машинка слушайте 20 28 тысяч обратите внимание при пробеге 60 тысяч то есть сравнивать с сиеной да вот стоит который семнадцатого года ну короче вот такая история так здесь здесь прям что-то такое прям прям свеженькая я бы сказал так ну по крайней мере по виду может быть я ошибаюсь по виду нет с 18 год но пробег поменьше конечно 18 год touring комплектация 28 ну 29 тысяч без двух долларов 38 тысяч это же передний привод 3628 миль на голове как вы как видите вы до расход так но здесь еще печальнее то что она на ткани к сожалению ткань в общем здесь ребята оставляют желать лучше вот так-то по честному ну в плане эксплуатации вот так вот видите горит приборная панель эта фишка крайслера что она синяя в общем бабу печаль печальная тоже ну не знаю 20 29 тысяч долларов это немножечко тоже великовато для этой машины вот ну состояние очень неплохое хорошие я бы сказал но вот мы с вами видим что в общем сиденье такие тряпочные мне не подходит ребят я не против тканевого салона я только с момента именно по бизнесу то есть мне в эксплуатации это категорически противопоказано потому что запахи какие-то мытье в общем все это проблема ну что вы имеете право об этом знать я по моему вам написал сейчас я вам просто подумаю что там еще в руку по скриптам засунуть а мы с вами дальше в следующем ролике встречаемся я иду по площадке и мы сейчас с вами пойдем смотреть еще машинки давайте вам не знаю джина здесь еще покажу самому просто интересно форды ребят я уже немецкий ой господи американский автопром показывал там поэтому вы можете посмотреть значит это у нас с вами g80 у меня есть обзор на последние новые модели когда они еще только появились сейчас их не так просто найти у дилеров к сожалению есть обзоры посмотрите и gv80 я показываю gv70 и в общем все уже показал вам а 14 19 год gv80 и 12000 всего пробег не знаю вот так вот видно будет сейчас попробую вам это как-то дело да вот так надеюсь болен 12000 пробег видите она только 2 в.д. моноприводная и 30 39 тысяч без двух долларов вот так вот надеюсь вам видно 39000 короче говоря 39000 долларов ну вот такая вот ладно все пошел я вам дальше снимать если чем видео мы с вами посмотрим с юви еще какие-нибудь сейчас я вам все найду все покажу все расскажу все будете знать